Я начинаю новую серию фильмов об озере Маджори. Озеро Маджори – одно из великих озер Италии. Находится чуть западнее озеро Камо, также любимое итальянцами и туристами всей воды и всего мира. Чтобы попасть с озера Камо на озеро Маджори, мы сели на поезд и поехали в Милан. В Милане пересели на поезд, который идет до озера Маджори и поехали вновь. Дорога в пути занимает примерно час. Наш поезд пригородный следует из станции Домосола. И вот мы на озере Маджори. Открываются такие же великолепнейшие виды. Озеро вокруг горы, деревни, небольшие города, курорты, очень много отелей. В том числе четырех, пяти звездочных, шикарных. На этом озере расположены в районе города Стреза три великолепных острова, о которых у меня будет отдельный рассказ, отдельные фильмы. Мы устроились в гостинице и пошли гулять. В городе очень много народу, много детей. Такая великолепная радуга. Только что прошел дождь и вот такая радуга через все озеро. Еще мокрый тротуар. Капельки дождя в цветах. Все немножко прохладно. За капельками сразу видно, чем он согреется. Такой прозрачный на днем. Как только дождик закончился, город ожил. Кафе и рестораны моментально наполнились людьми. И было даже сложновато на свободное место. Такой красивый картинка нашла маленькая лужа. Гуляли, бродили по этим улочкам узеньким. В общем-то никакой цели особой не было. Просто прогуляться. Иногда мы по два-три раза натыкались на одну и ту же площадь или улицу. А вот такой дом изумительный. Весь обвешанный какими-то железяками. Там, наверное, живет король магнитов. Примагнитил все к своему дому. Много красивых цветов, много зелени. Народу нам показалось здесь заметно больше, чем на озере Камо. По какой причине, не знаю. Несколько раз была такая ситуация, когда мы подходили поужинать. И приходилось стоять в очереди по 10-20 минут. Потому что все столики были заняты. В городе было много улиц украшено такими яркими флажками. А вот мой братан Негр. Кот Негр. Я такое первый раз вижу. Очень интересное название. А в этом доме у меня сложилось ощущение, что живут представители России, судя по гербу. Двуглавому орлу. Или просто человек очень любит всякие такие штучки развешивать на доме. Как тот король магнитов, который весь дом обвешивал железяками. Очень много всяких сувенирных лавок, магазинчиков, в которых можно всякие-всякие безделицы найти. И вечерами народ, покушав, выпив, гуляет по этим магазинчикам. А может быть что-то и покупает. Цены мне показались немножко ниже, чем на озере Камо. Ну, прям буквально самую малость. Что на озере Камо стоит там, например, 10 евро. Здесь стоит 8-9. Ну, это мое такое субъективное мнение. Очень красивая набережная в городе Стреза, которая практически переходит из одного города в другой. По ней можно гулять несколько километров. Огромная детская площадка, где даже ночью в 10, в 11 часов вечера мы видели большое количество детишек играют. Такая прекрасная набережная с пальмами. Очень просторная. Меня часто спрашивают, почему я не показываю отель, где мы живем. Ну, мне немножко, так скажем, стыдно показывать отель, в котором мы живем. Народ в России голодает. Народ в России живет тяжело. Ну, ладно. В этот раз я покажу отель, в котором мы остановились. Вот этот отель. Называется он Гранд Отель Дес Элес Баромис. Или Баромис. Ударение не знаю где. Это целый дворец. Великолепный архитектурный ансамбль. Построен был где-то в 19 веке. В этом отеле останавливались очень многие знаменитые личности. Короли, королевы. В том числе, американский банкир Рокфеллер останавливался здесь, когда приезжал на озеро Маджори. Такое ощущение, что находишься не в отеле, а в музее. Много картин, скульптур. Это вот такой потолок. Все такое вычурное. Золотое. Эрмитаж, короче. Вечером тут сидит напыщенная публика. Курит сигары. С бокалами вина. А это фотография хозяина отеля. Превьюшка. А это вот посетители теряют в бассейне всякие вещи. И у них стол находок. Только у них окно находок. Мы вышли из отеля на улицу. А здесь такой великолепный водопад. Очень красивый, романтический такой. Я видел много пар, которые приходили и возле этого водопада фотографировались. Красивая подсветка. И вот в этой арке люди вставали и фотографировали друг друга. Отели пятизвездочных отелей. Там на набережной я насчитал примерно 4-5-6. Наверное так подряд стоят красивых пятизвездочных отелей. Вечером, как всегда, начинается представление под названием «Закат солнца». На берегу в кафе народ пьет вино и смотрит, как солнце уходит за горы. Какой-то памятник такой революционный. Это прям Санчо Панца какой-то. Очень красиво. И днем, и вечером. Уличные музыканты, уличные артисты поступают, зарабатывают себе денежку. Нормальная картина во всех странах Европы. Фильм уже практически заканчивается, поэтому на всякий случай я хочу сказать, что про наш отель я, конечно, немножко наврал. Это не наш отель, мы просто проходили мимо и зашли посмотреть на эту красоту. А стоимость ночи там начинается в самом простом номере от 200 евро и выше. Это не наш случай. Мы, как всегда, заказали себе графинчик вина, местного, сухого, белого. Очень вкусно. А вот смешная история. Нам очень понравилась тарелка, на которую нам принесли пиццу. Настолько понравилось, что я подозвал официанта и сказал на чистом итальянском языке. Я говорю, слушай, парень, если я случайно разобью эту тарелку, сколько мне грозит штраф? Он говорит, подожди-ка, сейчас пойду спрошу шеф-повара. Сходил, пришел, говорит, 8 евро. Я говорю, ой, я ее разбил. Он улыбнулся, ушел, принес нам чистую, завернул ее в пакетики, отдал ему 8 евро, теперь тарелка у меня дома. Вот такая смешная история. А вот дети развиваются, время уже близится к полуночи, тепло, звучит музыка. Замечательный город, очень рекомендую. Продолжение следует.